Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередное заседание гастроклуба, но сегодня немножко необычное. Мы его проведем в формате такой дискуссии. Позвольте я представлюсь. Я профессор Малявин Андрей Георгиевич, генерал-исследователь российского научно-медицинского общинтерапевтов. И хотя я пульмонолог, но сегодняшняя тема меня достаточно сильно интересует. Я хочу найти какие-то параллели. Может быть, мы в процессе нынешней дискуссии и обнаружим их. Позвольте представить моих собеседников. Прежде всего, Валерия Олеговна Кайбышева, автор вот такой интересной монографии, которая посвящена изнофилям и изофагиту. И Сергей Владимирович Кашин, специалист по эндоскопической диагностике и уважаемый профессор Захарова Ирина Николаевича, она вас представляет педиатрическое сообщество. Так что мы постарались охватить всех. Ну, начнем, наверное, с Васильевича. Да? Или как? Я думаю, что... Вы клинический пример будете представлять. Я думаю, что я немножечко позже, но после небольшой теоретической части, дополню Валерию Олеговну нашими эндоскопическими данными. Тогда вам карты в руки, но по законам жанра, по круглому столу я буду вас перебивать. Хорошо, спасибо вам большое за представление и за идею провести такой замечательный круглый стол. Мы сегодня поговорим об изнофильном изофагите. Это заболевание у нас в стране стали распознавать, диагностировать, устанавливать такие диагнозы совсем недавно. И надо сказать, что во всем мире, в цивилизованном, в развитых странах, эзенофильный изофагит на сегодняшний день является вторым после рефлюксной болезни воспалительным заболеванием пищевода, вторым по распространенности. А можно сразу вас перебить? А, собственно, чем отличается-то, в чем особенность, кроме морфологического присутствия эзенофилов? Может быть, это просто вариант рефлюксной болезни? Нет, но мы, наверное, сегодня очень глубоко на патогенезе не будем останавливаться, поэтому как раз сейчас вовремя обсудить. Ключевое отличие рефлюксной болезни и эзенофильного изофагита в патогенезе заболевания, поскольку здесь в основе лежит сбой, фактически, да, если просто говорить, в иммунной системе, и вам как пульмонологу, наверное, это хорошо знакомо, потому что патогенез эзенофильного изофагита и бронхиальные астмы очень и очень похожи. Там есть активация Т-хелперного звена, Т-хелперов 2, да, в иммунной системе, выделяются очень активная группа интерлекинов, интерлекин-5, интерлекин-13, которые, в свою очередь, все это приводит к тому, если очень упрощенно говорить, что эзенофилы в костном мозге начинают очень активно размножаться, выходят в периферическое кровеносное русло и устремляются в слизистую оболочку. Где-то бронхов, где-то пищеводов, да. Сразу вопрос. Значит, вы говорите, что идет проиферация эзенофилов. Значит, должен быть общий уровень эзенофилов в крови повышенный? Должен быть, да. И при эзенофильном эзофагите есть некоторое повышение, но не всегда и не слишком высокое. То есть мы на этот критерий не всегда можем ориентироваться. Тогда другой вопрос. Всякое, получаешь, не всякое эзенофилие сопровождается эзенофилем эзофагина. Как вы можете это объяснить? Ну, есть масса причин для эзенофилии. Та же глистная инвазия, например. Но не у всех развивается эзенофиле и эзофагина. Что-то еще нужно для того, чтобы они рекрутировались именно туда. Устремлялись именно в ткани пищевода. Ну, я так думаю, что здесь нужна какая-то антигенная стимуляция именно на уровне пищевода. А как вы можете объяснить? А я как раз думаю, что рефлюкс здесь имеет решающую роль. Но мы про рефлюкс чуть позже поговорим. Уже воспаление есть, и они просто идут в очаг воспаления. Да, есть такая теория, что при рефлюксной болезни, поскольку нарушается целостность слизистой оболочки пищевода, это создает предпосылки для более глубокого проникновения пищевых аллергенов в слизистую оболочку пищевода. И таким образом создается вот такое хроническое, самоподдерживающееся воспаление. И вот таким образом... Все было бы так, если бы мы не видели наибольшее количество изинофилов в биоптатах именно проксимального отдела пищевода. Это вообще шейный отдел пищевода. Не дистальный, да? Никакого отношения не имеет к рефлюксной болезни. И готовясь к этой передаче, как раз я нашел несколько статей, в которых рефлюксная болезнь сопровождала изинофильный эзофагит, поскольку барьер слизистой оболочки был ослаблен для рефлюксного воздействия. Но ведь при изинофильном эзофагите мы не так часто видим грыжи пищевого отверстия диафрагмы, другие проявления рефлюксной болезни. То есть не чаще, чем у остальных, да? Абсолютно, даже реже. И потом, если мы говорим об основных проявлениях, то ведь структуры появляются в средней трети, как правило, пищевода. И все-таки... Ну я бы так категорично, Сергей Владимирович, не утвердала, что рефлюксная болезнь не имеет никакого значения. Может быть, имеет. Не непосредственно вот ожог слизистой пищеводы, а вот именно за счет раскрывания, так сказать, барьеров... Межклеточных контактов, да. Да, рыхлые межклеточные контакты, которые позволяют, в общем, рекрутироваться изинофил. Продолжайте. Ну, таким образом, вот давайте дадим определение, то есть изинофильный эзофагит, это хроническое, доброкачественное, очень такое длительно текущее в течение всей жизни иммуноопосредованное заболевание, которое гистологически характеризуется очень выраженной инфильтрацией слизистой оболочки пищевода и азинофилами. И главным клиническим симптомом, который позволяет нам, врачам, заподозрить и установить диагноз, является дисфагия. Но дисфагия, она развивается, может быть, не в самом начале заболевания, а уже чуть в более запущенных случаях. И вот сейчас я как раз хотела остановиться на клинических симптомах. Они считаются, что заболевание развивается, имеет генетическую подоплеку, и уже у маленьких детей мы можем заподозрить какие-то признаки начинающегося эзофагита. Посмотрите, но симптомы, к сожалению, они вот такие неспецифичные. Это частые срыгивания, рвоты, отказ от еды у малышей. Очень часто, ну вот, по крайней мере, в литературе описано так, сейчас мы спросим у Ирины Николаевны, поскольку с детьми я не имею большого опыта работы, да, но описано, что дети отказываются от еды, вот они только съели, у них сразу же рвоты. Родители воспринимают это как шалость, наказывают детей, не обращают на это внимания. А дети потихонечку приспосабливаются вот к таким вот сложностям глотания, они просто начинают есть более жидкую пищу, запивают ее обильно водой. И для них, поскольку они уже живут с этим с самого детства, это тоже не является какой-то, каким-то вот необычностью, да, и они, в общем-то, адаптируются. Я думаю, что Ирина Николаевна более подробно про детей. Давайте мы расскажем. Да, у взрослых, поскольку вот этот вот хронический процесс воспалительный, он с течением времени переходит в то, что в слизистой оболочке, в подслизистом слое, вернее, развивается фибротическая ткань, мы у взрослых уже чаще видим симптомы, связанные с сужением пищевода. Это эпизоды острого вклинения пищи в пищевод, когда кусочек мяса или какой-то другой твердой пищи застревает, и пациент вынужден экстренно ехать в эндоскопическое отделение. К сожалению, у нас в стране очень часто извлекают этот кусочек пищи, и никому из эндоскопистов не приходит в голову взять биопсию и установить такой диагноз. Мы видим, нередко при эзенофильном эзофагите есть изжога, боли за грудиной, и поэтому тоже очень часто ошибочно таким пациентам устанавливается диагноз гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, их начинают лечить ингибиторами протонной пумпы, и дальше мы остановимся на этом. Очень большому проценту больных с эзенофильным эзофагитом помогают ингибиторы протонной пумпы, поэтому они так и живут, в общем-то, без диагноза. Да, без диагноза до тех пор, пока пищевод тотально не сузится, не возникнут стриктуры, которые потом приходится бужировать. Но нам об этом, наверное, более подробно расскажет Сергей Владимирович. А сейчас я хочу передать слово нашему доктору, профессору, педиатру Ирине Николаевне, которая нам представит клинический случай, как протекает эзенофильный эзофагит у детей. Ирина Николаевна, я вас приветствую. Да, я вас тоже приветствую. Спасибо за приглашение. Я покажу мальчика запущенного. То есть вы будете потрясены, потому что этому мальчику 11 лет, и я с ним увиделась, когда ему весил он 4 килограмма 800 грамм. То есть этот мальчик когда-то в жизни, он, конечно, глубокий инвалид на уровне имбецильности, потому что он родился там 5-6 палов, пострадал внутриутробной гипоксией, в родах выпадения петель пуповины, но тем не менее он когда-то дошел до массы 6-800, а потом он худел, потому что его начали кормить высокобелковыми смесями. В роду как бы аллергии у них вроде бы не было, никогда не было атопического дерматита, поэтому врачи, конечно, пытались дать ему высокобелковые смеси. Ну и вот мама детально, видите, представила еду, то есть она фактически давала до полутора литров смеси, то есть полторы тысячи колоний, потому что клинутрен имеет калорийность в 100 миллилитрах 100 калорий. Я обратила внимание, конечно, это вообще безумное количество еды, он съедал, а при этом вот я его увидела такого, 4-800, это был февраль прошлого года, еще до коронавирусной инфекции. Мать ребенка глубокого инвалида, она не хотела госпитализироваться, мы его заподозрили только на основании того, что он не может съесть положенный объем еды, несмотря на то, что ему дают такие высококалорийные продукты, он только теряет. Поэтому последнее было попробовать его, во-первых, я его перевела на аминокислоты, уговорила сделать гастроскопию. И вот на фоне приема аминокислотной смеси, когда мы убрали вот этот клинутрен высокий, ну, на чистейшем белке коровьего молока, он за неделю прибавил 400 грамм, но все равно расширить объем ему не удалось. Рвота у него, тем не менее, ушли. Вот сделали ему рентген желудка с барьем, нашли у него признаки каскадного желудка, сделали гастроскопию в желудке, в просвете нашли слизь, ничего особенного не нашли, кардио смыкалось не полностью. Поставлен был диагноз недостаточно кардиоумеренная, деформация просвета пищевода, ну, потому что у него такая выраженная деформация пищевода. Были взяты фрагменты из пищевода, но они были, два фрагмента, они были не очень убедительны. Поэтому на самом деле ничего особенного при биопсии не было найдено, но поскольку был клинический эффект потрясающий, то есть он начал прибавлять в массе, нам удалось у него расширить объем вот по-настоящему до 900 миллилитров этой аминокислотной смесью. Поставили, мы уговорили мать на гастростому, оформили палеотивный статус, и в апреле он у нас был 4,800, то есть он у нас прибавил в массе, и в мае стал 9,5 килограммов, вырос в августе, начал питаться через гастростому 10,700, сегодня он весит 17 килограммов. У него поменялись зубы, наконец, представьте, в 11 лет у него, ну, сейчас уже у него 13 лет, то есть у него были зубы, соответственно, молочные, во время массажа, ну, он же ребенок инвалид, да, поэтому, который лежит, и у него уж выражено стопороз, плюс питание было такое, поэтому у него на фоне массажа перелом нижней конечности и так далее. Поэтому осенью мы его госпитализировали и сделали ему, уже ампулаторно в Морозской больнице, сделали ему гастроскопию, биопсию сделал, гастроскопию делал профессор Кверкелем Мирап Александрович, биопсию сделал профессор Хомерики, и он поставил тяжелый озенофильный эсофагит, поэтому сейчас, ну, его невозможно госпитализировать повторно, да, поскольку недавно у него был там эпизод кровотечения на фоне рвоты, сегодня, вот только что он выписался повторно из Морозской больницы, где он лежал, но у него было немножко разрыв желудка за счет рвоты, поэтому признаков сейчас его зенофильного воспаления у него не найдено, поэтому, в принципе, диагноз у него подтвержден, и среди признаков, ну, поскольку он инвалид и ни на что не жалуется, у него в основном было ограничение объема еды, поэтому был поставлен диагноз только на основании того, что ему давали высококалорийный белковый продукт, а он не прибавлял массе. Еще один есть инвалид, который тоже весил 6 килограмм 14 лет, у него познакомились в связи с тем, что у него был кашель влажный, и в конце такого сильного влажного кашля он вырывал стакан слизи из желудка. Когда ему сделали гастроскопию, опять Мирапа Александрович делал ему биопсию, он тоже поставил зенофильный эсофагит. Мы его тогда лечили будисонидом у него на Афоне, ну, там тоже ребенок очень тяжелый, инвалид с детства с какой-то синдромальной патологией, там ему не удалось получить эффект на будисониде, но самое интересное, поскольку у него был кашель, да, у него на монтелукасте был получен эффект. Вот если посмотреть, наверное, Валерия Олеговна помнит о том, что были попытки лечения этих больных монтелукастом, вначале был эффект, а потом как бы не у всех, да, и был вердикт, а то, что не подходит. Но поскольку на гормонах он дал неадекватную полиурею, мы прекратили лечение гормонами и перевели его вот на монтелукаст, монтелукаст, потому что основной симптом был кашель с рвотой, с большим количеством слизи из желудка. Поэтому вот он на монтелукасте и на Афоне диеты аминокислотной, он тоже сейчас неплохой. Ну, а в основном то, что вы говорили, это либо дети отказываются от еды, дети как бы условно малоежки, потому что они далеко не все жалуются, да, кашель, вот такой вот явный, это были у этих детей инвалидов. В основном те, которые постарше, они жалуются, кто-то поперхивание, у кого-то дисфагия, да, в основном ограничения в еде, вот, и могут быть боли по ходу пищеводных. У зенофилии только у 25% не боли. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, а как часто вы прослеживаете семейный анамнез? Вы знаете, у меня, да, есть два ребенка, очень интересные, у не два, а четыре ребенка, то есть две семьи, я хотела сказать. Одна из Ульяновска, вторая из Москвы, и там, и там девочки. У тех и тех девочек заболевание началось, манифестировало где-то около года, когда через года два родились другие дети, у них то же самое манифестации, там, и там подтвержденные у зенофильной изфаги. Очень интересно. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Всего у нас около 30, за несколько лет мы набрали. Спасибо большое. Есть дети, которые уже как бы им пытались сделать бужирование, они к нам пришли из других городов, и на фоне диеты наблюдается обратное развитие. Спасибо большое. То есть мы, в общем-то, делаем вывод, что у детей, если мы видим какие-то непонятные, ничем не объяснимые, вот такие неспецифические симптомы, то, может быть, стоит задуматься. Конечно, с детьми сложно, потому что это тоже такая целая дилемма, сделать гастроскопию, назначить исследование маленькому ребенку. Всегда ли... Нет, этой проблемы нет сегодня. Нет, нет проблем. То есть мы делаем и до года, то есть нет проблем. Ну, в таких опытных руках, как руки Мираба Александровича. Да, Мираба Александровича сказочный доктор, конечно. Ну, и наша Анастасия Кашурникова тоже умница. Ну, вот у нас пока все равно. Мы видим, что в нашей стране очень низкая осведомленность врачей и педиатров, наверное, гастроэнтерологов и терапевтов, эндоскопистов крайне низкая. То есть диагноз практически не устанавливается. И вот, посмотрите, вот одна из последних статей, опубликованная в журнале Гастроэнтерологи, посвященная эпидемиологии эзенофильного эзофагита. И вот мы видим, иностранные авторы, да, очень авторитетные, публикуют карту, где во всем мире фактически есть данные по распространенности. Даже вот мы видим, Китай обозначен. Даже там есть данные по эзенофильному эзофагиту, хотя есть такое мнение, что все-таки больше страдают европейцы этим заболеванием. Но в России вы видите белое пятно на карте, то есть ни данных, ни регистров. И диагноз... Ну, на самом деле, мы пытались собрать информацию по России, пока единичные случаи мы, по крайней мере, у взрослых регистрируем. Но есть цифры такие, общие мировые, так скажем, да, мы видим распространенность, оценивается как в среднем 34 человека на 100 тысяч населения. И здесь, наверное, нам надо это как-то обсудить всем вместе. И врачи-пульмонологи, я думаю, тоже они должны проявлять некую такую настороженность, потому что очень часто эти заболевания эзенофильный эзофагит, бронхиальная астма, они идут рука об руку. Ну, у нас, как говорится, эзенофильная астма, это обычно самые тяжелые, тяжело протекающие астмы. И вот как раз я вам хотел задать вопрос, насколько часто больные с эзенофильным эзофагитом страдают бронхиальная астма? Отличаются ли они от общей популяции? Отличаются, да. Мы очень четко прослеживаем, что по крайней мере 50% наверное, вот в нашей группе тех пациентов, которых мы наблюдаем, у них либо была в детстве бронхиальная астма, либо они страдают сейчас. Слово «была» для астмы неприменимо, она навсегда. Ну вот рассказываю так, что в детстве я болела, а потом, значит, это не астма. Ремиссия, нет, это астма, просто долгая ремиссия. А вот что касается атопического дерматита. Да. Тоже больше. Атопический дерматит, поленос, ренит, что еще у них? Рассказывают некоторые об эпизодах, отеках квинки, то есть все вот эти заболевания. Ну то есть такой марш атопический, да? Андрей Георгиевич, есть публикация о том, что это пятый этап атопического марша. Вот есть достаточно свежая, да, то есть чуть-чуть позднее, чем все другие проявления. Потому что у детей в основном, как бы, средний возраст по международным данным 6-12 лет. И как бы к этому возрасту, да, уже накопилка. Да, как накопление и пятое звено атопического марша. Вот последний пункт хотел бы обсудить. Вот отсутствие единого регистра. А вы делали попытки вообще создать такие регистры в педиатрии? Ну мы сейчас и занимаемся. Если есть какая-то форма, да, то есть мы пока больных собираем, и цель создать регистр. Нет, ну если вы инициаторы в эту форму можете создать. Ну я просто думала, если есть готовая, поэтому, ну, то есть... Надо посмотреть при других заболеваниях, как они делаются. Не проблема. Ну то есть специального нет, там за обычный возьмем. Хорошо. Ну мне кажется, что у нас стало время, если вы говорите о том, что мало обращаются. Регистр, мне кажется, поможет и поможет исследованию в дальнейшем. Может быть, клиническим исследованием по препаратам. Ну мы где можем, поем на эту тему, рассказываем врачам. Я думаю, что педиатры должны быть уже более-менее осведомлены. А терапевты нет. Вот давайте вместе объединяться, рассказывать, что будет. Ну мы очень стараемся тоже, да, со своей стороны говорить об этом. И вот я тоже хотела задать вопрос Сергею Владимировичу. Все-таки у взрослых пациентов, наверное, в первую очередь эти больные попадают к врачам-эндоскопистам со своими жалобами. Почему эндоскописты так редко узнают и диагностируют это заболевание? Ну, мне кажется, что эндоскопия действительно является важнейшим этапом установления правильного диагноза. И во многом от знаний врача-эндоскописта зависит соблюдением определенного протокола осмотра, определения эндоскопической картины. Я бы не сказал, что она не специфичная. Она достаточно характерная в большинстве случаев для изинофильного эзофагита. Просто не все ее знают, видимо. мы можем диагностировать только то, что мы знаем. И иногда достаточно один раз посмотреть, вот я покажу сегодня видеофрагмент, один раз посмотреть на эти эндоскопические изображения, и вполне этих знаний может быть достаточно для того, чтобы в следующий раз не пропустить это заболевание. Но, однако, конечно, бывает ситуация, при которых надо ориентироваться на клинику, потому что примерно в 20% случаев мы можем не увидеть типичных проявлений изинофильного эзофагита. Поэтому врачи должны, конечно, быть более осведомлены и от такой популяризации этой проблемы, в том числе и сегодняшней передаче, наверное, очень много будет зависеть от того, что мы получим новое знание и врачи-эндоскописты, которые в подавляющем большинстве вышли из хирургов, не из гастроэнтерологов, не из терапевтов. Конечно, они в большей степени ориентируются на хирургическую патологию. И когда вы правильно сказали, что когда такие пациенты попадают в хирургические стационары, в основном в скоропомощные стационары или же в онкологические, потому что это пациенты с дисфагией, с подозрением на онкологическое заболевание, то задача онколога исключить онкологию, а задача хирурга извлечь народное тело и дальше направить пациента уже на дальнейшее лечение, может быть. Я смотрю на презентацию, мне кажется, вот эта цифра первая, 12-23%, мягко говоря, завышенная, потому что для дисфагии, в общем, на мой взгляд, достаточно много причин, и далеко не всегда они связаны с гастроэнтерологией, скорее, с нервными болезнями. Не кажется вам эта цифра 12-23%, но это каждый шестой-четвертый пациент с заболеванием? Да, спасибо вам за вопрос, это, конечно, надо подчеркнуть, что это данные европейские, у которых это заболевание очень распространено, и, ну да, вот у них такие цифры, что пациент, который приходит с жалобами на дисфагию, у 12-23%, ну, здесь, конечно, имеется в виду в первую очередь молодые пациенты, нет, не эзенофилии. Может быть, эта цифра актуальна, если исключаются больные с бульбарными нарушениями урологически. Ну да, невологически, наверное, здесь не тут. А так, это, конечно, очень высокая цифра, я не думаю, что, ну, не соответствует распространенности. А вот вклинение, да, наверное, да, согласен. Вот здесь надо обратить внимание, действительно, вот я все время говорю о том, что у нас есть такой доктор-эндоскопист, Али Магомедович Гасанов, с которым мы работаем из Института Склифосовского, вот он тоже очень активно сейчас подключился к нашей проблеме поиска таких пациентов, и он говорит о том, что очень часто к ним поступают в отделение молодые мужчины с непонятной причиной, да, вот вклинение, и теперь они прицельно берут у таких мужчин биоптаты из пищевода. что достаточно часто, да, выявляясь? Да, да, и он мне сейчас стал направлять таких пациентов с найденным эзенофильным эзофагитом. Ну, и нельзя не упомянуть Сергея Сергеевича Пирогова, руководителя эндоскопии Института Герцена, к которому такие пациенты попадают с подозрением на онкологическое заболевание, на дисфагию, связанную с онкологией, и мало того, в биопсихах обнаруживаются и неопластические изменения, зачастую, не совсем готовыми, подготовленными, так сказать, морфологами. Поэтому Сергей Сергеевич, хорошо, имея хорошее знание по этой проблеме, как раз популяризирует своевременную и правильную диагностику из азенофильного эзофагита. Сергей Сергеевич Пирогов вообще наш герой, потому что он спас фактически молодого мальчика, 19-летнего, от экстерпации пищевода, потому что у него была уже такая тяжелая ситуация, он практически не мог глотать, и в нескольких ведущих онкологических учреждениях нашей страны ему установили диагноз рак пищевода, и даже Сергей Владимирович правильно говорит, морфологи там нашли какие-то диспластичные атипические клетки. При воспалении не можем найти. он был запущен педиатрами, то есть 19 лет, значит болел лет с 12. Он действительно, у него анамнез лет с 13, он постоянно госпитализировался как раз вот с этими острыми эпизодами вклинения, у него было несколько бужирований, и до тех пор, пока вот он вообще не попал в руки онкологам. Который установил у него диагноз сознательного эзофагита. Да, онколог, как ни странно, но у него была прям очень характерная эндоскопическая картина, то есть их просто нужно было знать, эти кольца. Понятно. Вы показываете график такого роста, как вы считаете, это истинный рост или это улучшение диагностики все-таки, наверное. Вот здесь мы как раз это и хотели подчеркнуть, что повышение осведомленности в последние годы как раз, наверное, и привело к тому, что такой колоссальный рост идет распространенности заболевания. Но здесь еще есть еще одна точка зрения, ведь заболевания вообще впервые описали 30 лет назад, и здесь есть такое отношение к гигиенической теории, что вот с тех пор, как пошла такая волна повсеместного применения антибиотиков, дезинфекции всего, чего только можно, что сейчас антибиотики назначают младенцам там с самого раннего возраста. Я всегда говорю, мыться вредно. Да, да, да. И что поэтому мы видим вот такой вот всплеск различных аутоиммунных заболеваний и заболеваний связанных нарушением иммунологической толерантности. Ну, на самом деле, конечно, это улучшение диагностики, и просто стали считать клетки, а до этого никто не считал. Поэтому у нас не было ни одного случая, сейчас у нас два в месяц. потому что к нам и направляют и потому что начали считать. То есть гипердиагностики в плане морфологической точно нет. Понятно. Просто обратили внимание. Пожалуйста, вашей епархии. Переходим к эндоскопии. Я уже говорил о том, что от врача-эндоскописта очень много зависит, поскольку все-таки это во многом морфологический диагноз, и без эндоскопического исследования невозможно получить материал для морфологии. Поскольку наша аудитория сегодня это не только искушенные врачи-эндоскописты, то я бы хотел начать демонстрацию эндоскопических проявлений зенопильного эсфагита с того, что вначале продемонстрировать нормальную картину эндоскопического пищевода. Вот обратите внимание, округлый просвет, отсутствие какой-либо деформации, складочки ровные. Мы видим очень четко сосудистый рисунок. Это эндоскоп с высоким разрешением изображения. И мы видим детализированную структуру поверхности слизистой оболочки пищевода в норме. Что же происходит при зоне пищеводно-желудочного соединения? Что же происходит при осмотре пациента с лидернофильным эзофагитом? Мы видим кольцевидное сужение при раздувании просвета пищевода. пищевода. Мы видим продольные борозды. Вот они очень хорошо видны здесь на 6 часах, на 7 часах. Мы видим отек. Сравните с левым фильмом. Нет, абсолютно не прослеживается сосудистая сеть. И это говорит о том, что мы видим сосуды, когда нет отека. Когда есть отек, мы эти мелкие сосуды, слизистые оболочки и подслизистого слоя не видим. Ну и наконец появляются стриктуры, то есть кольцевидное сужение и в дистальном, и в средней части пищевода. Таким образом, да, и еще очень важный момент, это налет. Вот на него надо обращать внимание, потому что очень часто эндоскописты принимают этот налет за проявление кандидоза и очень часто выносят в свое заключение именно такую, описывают таким образом природу этого налета. Но все эти критерии вместе взятые должны обязательно настораживать всех врачей эндоскопистов в отношении диагноза эзофагита, изнофильного эзофагита. Что делать эндоскописту дальше? Какие протоколы соблюдать? Как описывать эти изменения? Давайте посмотрим, как это принято сегодня в мире и каким образом современные рекомендации дают нам очень четкое понимание, что должен описывать и заносить в свой протокол врач-эндоскопист. Это эдема, отек, это кольца, это продольные борозды, это эксудат, это стриктуры, это целая шкала РФ, которую вы видите в правой части слайда, которая утверждена всеми рекомендациями как основа для эндоскопической диагностики и составления правильного эндоскопического протокола и заключения. Также мы можем обратить внимание на повышенную ранимость ткани. Для чего нам нужна эта шкала? Согласно этой шкале мы можем установить несколько степеней выраженности этих изменений. Это очень важно для клинициста и для последующей оценки эффективности ведения такого пациента. Поэтому следуя такой шкале и следуя градации этих изменений мы должны установить правильный эндоскопический диагноз и заключение. Следующий важнейший этап это выполнение стандартизированного протокола биопсии. Вот обратите внимание с правой стороны слайда мы видим схематично как это должно выполняться. 4 сантиметра от зоны пищеводно-желудочного соединения это биопсия дистального отдела пищевода 3-4 биоптата должны быть выполнены и 14 сантиметров от нижнего пищеводного сфинктера от зоны пищеводно-желудочного соединения это проксимальная часть пищевода также 3-4 биоптата должны быть выполнены для сантиметра это каким-то протоколом утверждено или соглашением абсолютно эти протоколы сейчас валидированы международными рекомендациями и служат абсолютно точным таким знаком того что это исследование выполняется в соответствии с установленными критериями еще на что я хотел бы обратить ваше внимание на то что нормальная эндоскопическая картина встречается у 20-30% пациентов мы уже об этом сегодня говорили поэтому врач-эндоскопист даже если он видит неизмененный пищевод но ориентируется на клиническую картину на жалобы пациента он должен выполнить биопсию из дистального проксимального отдела пищевода для того чтобы не пропустить эзенофильный эзофагит еще одна особенность как выполнять биопсию обратите внимание каким образом я закрываю чашечки биопсийного инструмента я подношу кончик биопсийного инструмента к поверхности слизистой оболочки убираю воздух для того чтобы чашечками захватить максимальный по размеру биоптат протокол очень похож на пищевод баррета почему-то никто уже даже в России не не сопротивляется против того что надо выполнить исследование и дополнить его протоколом рандомизированной биопсии при пищеводе баррета здесь ситуация точно такая же мы должны таким же образом выполнять обследование всех пациентов с подозрением на эзенофильный эзофагит и в завершении такой эндоскопической части я бы хотел сказать что эндоскописту очень важно знать клиническую картину у него должна быть обязательно осторожность в отношении азенофильного эзофагита вообще я считаю что каждое эндоскопическое исследование должно быть продумано и эндоскопист должен обязательно беседовать с пациентом для того чтобы выяснить с какой целью проводится исследование конечно конечно ну и еще важнейшими аспектами выполнения эндоскопии является установление эндоскопических признаков эзофагита по шкале РФС выполнение протокола биопсии 4 сантиметра 14 сантиметров и по 4 биоптата вот так он вот так он отображается в международных протоколах 4-14-4 и конечно очень важно иметь экспертов морфологов о чем мы сегодня с Ириной Николаевной очень много говорили потому что морфологи тоже должны быть нацелены на поиски описания 15 зенофилов в поле зрения я так понимаю да в поле зрения более 15 зенофилов ну и очень хороший пример который мы тоже сегодня обсуждали я очень кратко на нем остановлюсь это пример северной Дании когда маленький достаточно маленький регион по своему населению 580 тысяч это практически город население города Ярославля где до 10-го года выявлялся один ну максимум 4 случая в год каким образом в этом регионе поменяли ситуацию специалисты в 11-м году они организовали конференцию приняли национальный консенсус по диагностике приняли вот этот протокол 4-14-4 биопсии и дальше провели вообще такую массовую образовательную программу для врачей для медицинских сестер руководителям клиник разослали информационные письма о важности поиска пациентов с эзенофилем эзофагитом и вот посмотрите чего они добились всего 9 пациентов было выявлено до того как они начали такую массовую пропагандистскую кампанию и составление национального регистра и после этого за 5 лет они диагностировали 294 пациента с эзенофильным эзофагитом 12-ти кратное повышение числа пациентов с подтвержденным диагнозом и 50-ти кратное повышение пациентов с эзенофилией в биоптатах слизистой оболочки пищевода то есть достаточно информирования врачей для того чтобы и обучение соответственно эндоскопистов и морфологов это хороший пример для нас конечно как маленькая Дания повернула да повернула вообще вы знаете ведь об этом исследовании говорят очень многие известные личности и в частности профессор Пратик Шарма вице-президент международного общества заболеваний пищевода с которым мы очень хорошо знакомы и который каждый год выступает на ярославских эндоскопических симпозиумах Пратик прокомментировал это исследование и поставил его как пример для других стран в том что диагноз зависит напрямую от настороженности информированности врачей и от выполнения определенных стандартов выполнения исследования и протокола биопсии поэтому я думаю что нам надо брать пример с маленькой но гордой Дании и возможно делать пилотно региональные программы при которых мы тоже сможем помочь большему числу пациентов с эзофагитом который своевременно не диагностирован я передаю слово Валерия Олеговна может быть вы нам дальше расскажете про это мы тут хотели еще поговорить о том что эндоскопические изменения они у разных возрастов и в общем-то не только от возраста это зависит но и от активности процесса они могут быть очень разные то есть в самом начале заболевания это может быть только отек когда вот эндоскопист может ориентироваться фактически только может быть на симптомы пациента и мы говорили извините что немножко прерываю вас и мы говорили с Ириной Николаевной о том что у детей немножко разные эндоскопические проявления Ирина Николаевна что все-таки в большей степени у детей ведь наверное вы редко видите выраженные стриктуры у детей стриктуры не видели практически почти никогда по старым данным десятилетним давности британским две трети эндоскопически 66% эндоскопически ничего не видят есть вот этот метаанализ который 4612 года 4600 пациентов с эрозинофильным эзофагитом там показано что у 25% детей эндоскопически ничего не видно у остальных есть поэтому ну наших данных мы не подводили итог но у нас эндоскопист очень хорош Анастасия Кошурникова но на сегодняшний день где-то она видит может быть 50 на 50 поэтому но стриктур нет таких вот ярких колец кольца дерева тоже в основном отек налеты какие-то поэтому в основном мы стали ставить только тогда когда считать стали считать клетки морфологи понятно что это медленное развитие фиброз еще надо заслужить а сколько лет то проходит приблизительно сколько лет то что вы показали про этого мальчика 19 лет вот и показали что он 6 лет болел и дошел за 6 лет может разлиться уже фиброз но это нонсенс это не всегда чаще всего средний возраст усыновления диагноза 32-46 лет если не ошибаюсь то есть вот вот это американское исследование где 700 или 800 пациентов половины были дети и там средний возраст 6-12 лет это дебют заболевания дебюта дебюта сколько времени от дебюта до фиброза понятно что есть средние цифры в датском исследовании средний возраст был около 50 лет это зависит о среднем возрасте пациента меня интересует прогноз вот заболел ребенок понятно что в возрасте 5-6 лет через сколько если вы не лечили через сколько у него разовьется фиброз средняя цифра наверное это у всех по-разному потому что честно говоря вот эти 6-3 человек которые только что нам прислали я еще не знаю точно детали которые нам прислали из разных городов которые поступали в морозскую больницу на обужирование поэтому я еще детально не анализировала сколько лет прошло то есть это уже деятель с фиброзом да да но все больные разные кому-то все-таки вовремя начали лечить потому что у детей отличный эффект 96-98% только перевод на аминокислотную смесь или диета которая сегодня звучала либо без шести но мы ее чаще называем как со времен доктор Бог без золотой восьмерки поэтому у детей все-таки первая линия это диета ингибиторы протонная помпа будисонит системные глюкортикостероиды но там где есть множественная пищевая непереносимость где вообще ничего не может есть так мы морфологические признаки понятно что нужно количество более 15 берутся множественные биоптаты как раз для того чтобы хотя бы в одном кусочке нам выявить эзенофильную инфильтрацию потому что изменения они очень такие диффузные в одном месте мы можем не обнаружить эзенофилы поэтому такое большое количество биоптатов и рекомендуют все-таки брать биоптаты из каких-то видимых очагов вот особенно важно брать биоптаты из этого белого налета потому что белый налет это проявление такое макроскопические эзенофильных абсцессов да это не грибковый налет это как раз эзенофильные абсцессы вот мы их видим как вот на нижнем правом слайде поверхностное скопление эзенофилов а, понятно вот это такая бляшечка да, да, да то есть это может быть диффузная инфильтрация может быть скопление эзенофилов вот в поверхностных слоях многослойного плоского эпителия. Это основной критерий установления диагноза. Там есть много дополнительных, но самое главное, это более 15 эзенофилов в поле зрения микроскопа высокого разрешения. И для исключения, еще один важный аспект, все-таки для исключения других причин эзенофилии, наверное, необходимо выполнить биопсию из желудка из 12 перстной кишки. Да, потому что здесь речь может идти и об эцелиакии, об гиперезенофильном синдроме и многих-многих других заболеваниях. Да, нужна дифференциальная диагностика. Давайте, я так уже услышал от Ирины Николаевны, или почитал, конечно, что не так все безнадежно, кажется, одно из редких заболеваний, которые успешно лечатся, я так понимаю, да? Ну и давайте рассказывайте нам, чем же лечить-то будем. Ну, здесь есть стратегия, опять-таки, это все западные веяния тенденции, стратегия 3D, так называемая, drugs, лекарства, diet, диета, dilatation, это уже в более тяжелых случаях, когда развились структуры. Ну вот мы, наверное, сначала я расскажу быстро про лекарственную терапию, которая сейчас у нас, в общем-то, утверждена. Те препараты, которые в рекомендациях мы можем, согласно рекомендации, можем использовать для и детей, и для взрослых. Это стероидные гормоны топические, причем бодосанид и флотикозон. Пока у нас в России нет лекарственных форм специально для пищевода, мы используем те препараты, которые используют больные с бронхиальной астмой. Так, поясните мне, пожалуйста. Значит, у нас бодосанид и флотикозон у нас в ингаляции. Да. Значит, ингаляция попадания в дыхательные пути. Каким образом они используются для лечения изофагита? Ну, вот возьмем, например, флотикозон. Рекомендуют делать впрыск, но не вдыхать, а тут же сделать глоток. Ну, да, не очень удачно. Да, не очень. Бодосанид делают густую суспензию. Вот мы сейчас до начала передачи обсуждали. Мои взрослые и больные делают густой сироп из сукралозы, добавляют туда бодосанид и выпивают. Ну, вот на мой взгляд, логично было бы взять пульмикорт, который является бодосанид небула, и просто ее порвать и проглотить. Не надо. Вы кровообдыхаете вас, оно попадает, когда делаете ингаляцию, оно попадает в дыхательные пути. Ну, наверное, поэтому, опять-таки, европейцы разработали специальную форму для пищевода, так называемая дисперсная таблетка, долго растворяющаяся во рту, которая очень медленно-медленно растворяется и высвобождает свое действующее вещество бодосанид. Он, к сожалению, пока в России не зарегистрирован, но все потихонечку идет к этому. То есть здесь нужны специальные лекарственные формы, чтобы топические стероиды распределялись по слизистой оболочке пищевода, и после приема этих препаратов рекомендуется хотя бы час не пить и не принимать пищу. Еще одна группа препаратов, которые очень эффективно используются, из которых мы, ну, по крайней мере, я, как взрослый врач, всегда начинаю, это ингибиторы протонной помпы. Мы сейчас об этом более детально поговорим, потому что профиль безопасности этих препаратов все-таки он значительно выше, чем у стероидных гормонов. Я думаю, мы с вами поговорим отдельно про биологическую терапию, поскольку вы в ней лучше понимаете пока, чем мы. Вот, и, ну, давайте про ингибиторы протонной помпы, да? Давайте. Очень интересно, вот мы с вами уже обсуждали, да, что эзенофильный эзофагит и гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, это вроде бы совершенно два разных с точки зрения патогенеза заболеваний, но, согласно данным клинических исследований, очень серьезных, как минимум у 50% больных с эзенофильным эзофагитом удается не только достигнуть клинической ремиссии заболеваний, то есть у них исчезает сложность с глотанием, да, они начинают нормально принимать пищу, у них разрешается эзенофильная инфильтрация, то есть при повторной биопсии мы видим, что эзенофилов в слизистой оболочке по крайней мере меньше, чем 15. Елена Николаевна, а в педиатрии так же? Вы тоже применяете ингибитор протонной помпы? Да, конечно, мы применяем эзомепрозол, который официально с года, ну, соответственно, раз в года 1 мг на 1 кг массы, значит, конечно, при необходимости нарушаем инструкцию, ну, с родителями договариваемся до года, ну, хотя бы с 6 месяцев, если это нужно. И такой же хороший эффект у вас, такая же? Да, да, ну, сегодня есть же данные, что еще и противовоспалительный эффект, и именно для детей нужны именно детские формы эзомепрозола, которые разводятся в маленьком количестве жидкости, смысл, чтобы он, ну, простите за такое выражение, как сопли, медленно стекал по пищеводу в маленьком объеме, чтобы он немножечко еще там как бы застрял. Вот точно так же препараты будесонида мы смешиваем с сиропом агавы, поскольку все-таки речь идет об аллергиках и многие другие сиропы, они аллергенны, поэтому давно приспособили сироп агавы, и благодаря, ну, вот препараты будесонида на самом деле оказались все разные, и некоторые из них в составе содержат лимонную кислоту, которая сразу разъедает пищевод, и они пищат, детки. Поэтому некоторые из них идут с сиропом агавы, некоторые нет. Ну, а вот то, что я говорил, пульмикор, тенебулы, не пробовали, нет? Они без лимонной кислоты, они чистые, это чистый будесонид. Я вам идею подбрасываю. Да, ну вот здесь стали задумываться, почему вдруг ингибиторы протонной помпы помогают при эзенофильном изофагите, стали изучать этот вопрос, и здесь две точки зрения. Первое, это действительно, что эзенофильный изофагит сочетается с рефлюксной болезнью, и рефлюксная болезнь, она является таким неким провокатором для более глубокой пенетрации антигенов. И второе, это то, что на сегодняшний день абсолютно четко доказано, что ингибиторы протонной помпы, оказывается, обладают собственной вот такой противовоспалительной активностью, они блокируют секрецию ключевого цитокина, в общем-то, в патогенезе азенофильного изофагита, эотоксин-3. И вот здесь вот картинка тоже из статьи в журнале Gastroenterology 2018 года, где на уровне ядра клетки, на уровне транскрипции было расшифровано, каким образом ингибиторы протонной помпы действительно участвуют вот в этом процессе синтеза эотоксина-3. И мы видим, да, эотоксина-3, стимулированного интерлекином-13 и интерлекином-4. То есть здесь какие-то более тонкие патогенетические механизмы, а не только влияние на рефлюксную болезнь. Но вот здесь вот как раз у нас Ариярн Броденурт, это президент Европейского общества по изучению азенофильного изофагита. Здесь вот одна из его статей, где вот он говорит все-таки о том, что нельзя забывать и о рефлюксной болезни, как раз то, о чем я говорила, что вот сверху мы видим такие расширенные межклеточные пространства между клетками многослойного плоского эпителия, что позволяет более глубоко антигенам пенетрировать и как раз вот запускать то самое... Любят гастроэнтерологи, рыхлые слизистые, дырявую кишку, оказывается, еще и дырявый пищевод. Да. Ну хорошо. Поэтому вот здесь пока мы до конца не понимаем, в чем причина действия ингибиторов протонной помпы, но активно их назначаем. Но вот то, о чем мы говорили про бутсонит и флотикозон, дозировки нам для индукции ремиссии разработаны и для длительной поддерживающей терапии. Правда, мы пока опять-таки не понимаем, насколько длительно мы должны этих пациентов лечить. Или мы всю жизнь должны бесконечно контролировать их воспалительный процесс, или все-таки достигать какой-то ремиссии и на некоторое время их оставлять в покое, потому что заболевание все-таки оно очень медленно прогрессирует, оно доброкачественное. И есть даже статьи, что если 10 лет там пациенты, группа пациентов не принимала никаких препаратов, ну там у какой-то части развивались действительно структуры, а часть пациентов, в общем-то, так и жили более-менее благополучно. Поэтому здесь, наверное, имеет значение и активность воспалительного процесса, она у каждого человека индивидуальна. Наверное, при бронхиальной астме тоже есть такие. Конечно. Вот. Ну теперь диета. Здесь, наверное, больше меня понимает Ирина Николаевна, потому что у взрослых нам не удается практически никогда придерживаться диетических стратегий и посадить их на такую строжайшую диету, как вот Ирина Николаевна уже много раз говорила, что очень эффективные аминокислотные смеси, но это фактически ситуация, когда человек не ест ничего, только вот эту смесь. Это, возможно, только для малышей, мне кажется. Ну, если, извините, прихватит, то у меня есть один мальчик, которому 20 лет, который поступил в высшую школу экономики, не смог пойти на занятия, потому что как только он встает, ну, у него тяжелейшее поражение всего пищеварительного тракта, у него понос, если он поест. Поэтому он ест 2 литра аминокислотной смеси, что соответствует 2000 калорий в день, то есть одну банку. То есть это безумно дорогая диета, да, соответственно, где-то 70 тысяч на месяц у него уходит только на это, ничего другого съесть он не может. Поэтому, когда жизнь заставит, будешь есть. Это крайний вариант. Поэтому в основном, конечно, детей, ну, вряд ли кого-то, ну, только те, кто не может купить, потому что, к сожалению, у нас это ничего не выдаётся бесплатно. Поэтому, конечно, детей мы сажаем на диету без золотой восьмёрки. Самая, конечно, вот эта аминокислотная смесь, это, как говорится, палочка-выручалочка, потому что 100 мл в 100 калорий. Если ребёнок литр съедает, то он уже не голоден, ну, а остальное в зависимости от веса мы добираем какими-то другими продуктами. То есть диета – это без яиц, без сои, без орехов, без арахиса, без рыбы, моллюсков и без глютена после исключения целиакии. Поэтому они едят каши, мясо, ну, и если они едят эту смесь, они вполне сыты, они к этому привыкают и чувствуют себя неплохо. Всё делает только родительский кошелёк, выдержат они или нет. Но родители стараются, потому что такая болячка. Есть, которые пользуются какими-то фондами «Круг добра», потому что есть эти дети-инвалиды, которые, в общем-то, получают это питание. Пишем там письмо о том, что заменение... Слушайте, уважаемые коллеги, у меня-то возник вопрос такой, в общем, житейский. Вот вы говорили, сейчас заговорили о диете. А как эти больные переносат алкоголь? У меня таких дарных нет, мне кажется, они должны нормально его переносить. Вы думаете, нормально, если здесь фагия, да? То есть, всё-таки обжигающие действия. Я имею в виду крепкий алкоголь, не имею в виду. Не знаете, да? Жалко, потому что, может быть, это был такой диагностический признак, да? Не знаю. Но если есть эрозия, наверное, им от этого нехорошо. Если эрозия, да, это очевидно. А вот если нет эрозии, а просто есть выраженный изофагин. Но здесь в чём смысл диеты? Что вот конкретно эти вещества, там, белки молока, белки злаковых, белки морепродуктов, что они являются очень мощными антигенными стимуляторами. Привлекают эзонофилы, да. Да, мы таким образом этих пациентов ограждаем от антигенной стимуляции и дальнейшую цепочку пытаемся, да, прекратить. Но я не думаю, что алкоголь – это очень простое вещество, что оно может каким-то образом служить. Оно всё равно раздражающее действие. Есть крепкий алкоголь. Если крепкий раздражающее. Да, ну, хорошо, если. Но интересный вопрос, поспрашивайте пациент, как они перенесут алкоголь. Да, я хотела подчеркнуть, что эффективность диеты, она крайне высокая, согласно сравнительным исследованиям, она сопоставима с лечением стероидными гормонами, но, опять-таки, если удастся вот соблюсти такую строжайшую схему. Ну, вот здесь вот картинка, если видно, да, что вот когда назначаешь, особенно когда назначаешь взрослым людям и говоришь, что вам нельзя яйца, нельзя орехи, нельзя молоко, нельзя хлеб, это, конечно, значительно, да, это не жизнь. Поэтому всё-таки взрослые пациенты у нас предпочитают использовать медикаментозную терапию. И вот во всех рекомендациях последних современных сказано о том, что тип терапии надо обсуждать всегда вместе с пациентом, что им больше нравится, что они выберут. Если одна терапия где-то оказалась не совсем эффективной, мы можем перейти на другую или сочетать, вот у нас была та пациентка от Сергея Сергеевича Пирогова, у которой тоже был установлен диагноз рака пищевода, там было огромное количество эзенофилов, тяжелейшие стриктуры, и нам удалось на Будосониде совместно с ингибиторами протонной помпы исключили молоко и глютен, и сейчас она чувствует себя абсолютно замечательно только на половину дозе эзомепрозола и придерживаясь диеты. То есть вот таким образом, как бы подбирая, что-то экспериментируя, иногда удается человека с каких-то очень строгих ограничений и большой дозировки препаратов перевести на вполне сносный режим терапии. Ну и теперь я вот хотела бы, чтобы вы нам рассказали о биологической терапии, потому что мы видим, что сейчас обсуждаются очень активно биологические препараты, которые с успехом используются давно в лечении тяжелой бронхиальной астмы. Вы, наверное, с этими препаратами в частности Дупелумаб и Бендролизумаб очень хорошо знакомы. Дупелумаб и Бендролизумаб знакомы. Ну, что тут рассказывать? Значит, это моноклональные антитела. Здесь вот, вы видите, в таблице все правильно обозначено. Три препарата — это антитела либо к интерлекину-5, либо к альфа-цепи-рецептору интерлекину-5. По механизму действия при астме они мало различаются, там есть особенности введения, ну и стоимость, конечно, такая нежуточная. А Дупелумаб, он стоит немножко особняком, поскольку это моноклональные антитела к рецепторам для интерлекина-4, у вас вот не написано еще и к 13-м, он к 2-м интерлекинам. И я, насколько знаю, сейчас проводятся клинические исследования как раз при изонофиле-мозавире именно этого препарата, потому что, насколько я знаю, антиинтерлекина-5, в общем, не очень себя проявили, хотя, наверное, имеет какое-то значение, имеет смысл. Ну, наверное, за моноклональными антителами какое-то будущее. Во всяком случае, в нашей ситуации, когда вот такая называемая эрозинофильная астма тяжелого течения, не поддающаяся максимальным дозам ангаляционных кортикостероидов, то это препарат выбора. И реально вот мой личный опыт практически, кроме Дупелумаба, я не применял ни разу, а все остальные применял. Великолепные совершенно результаты. Люди возрождаются практически из инвалидов, становится, в общем, совершенно управляемая астма. А расскажите про безопасность этих препаратов. Нам очень интересно. Нет каких-то серьезных побочных эффектов? Нет, серьезных побочных эффектов нет. И вот смотрите, давайте сравнение просто. Вот сейчас ковид идет, сейчас широко применяются препараты интерлекин 6. Вот там как раз побочных эффектов достаточно много. Потому что там мы видим и лейкопению, и повышение вероятности получить бактериальную инфекцию достаточно тяжелую. Эти препараты не вызывают таких явлений. И уже мировой опыт, и наш отечественный опыт, не такой уж и маленький, говорит о том, что достаточно безопасно. Вопрос цены. Да, вот цена препаратов, конечно, и доступность препаратов, в первую очередь вследствие высокой цены, конечно, довольно сложна. То есть сейчас нужно быть героем практически, чтобы получить вот в регионе такой препарат, хотя они все находятся в клинических рекомендациях. То есть риски пациента заболеть тяжелой бактериальной инфекцией на фоне приема таких препаратов? Нет, практически нет. Понятно. Это другие интерлекины. Там шестой в основном интерлекин. И известно про них. Их же променяли в ремотологии достаточно широко. А эти как раз оказались достаточно безопасными. Ну а каково вот ваше личное мнение? Вы бы стали применять в лечении эзенофильного эзофагита вот эти препараты? Ну послушайте, если не помогает, так же как в астме. Мы же не всем назначаем эти препараты, да? Есть ступенчатая терапия, мы ее назначили. Она не пошла. Мы проверили контроль, так сказать, действий пациента. Посмотрели насколько регулярно он принимает, какие меры предприняты. И только в последний момент, когда мы видим, что ситуация безвыходная, перед нами пациент с эзенофильной, так называемой астмой, с высоким уровнем эзенофил, у нас критерий-то очень простой. У нас вот для миополизумаба 150 клеток в микролитре в крови. На крови меньшее значение имеет, а для других 300 клеток на микролитах. Вот мы вправе тогда подумать об этом, если у нас мы не можем справиться. Или человек вынужден принимать пероральные стероиды достаточно часто. У меня недавно была пациентка, буквально позавчера, который, извините за выражение, сначала назначил несколько лет назад. А у него как раз поздняя астма, а такая астма с поздним началом, одна из самых неблагоприятных в плане течения. И тоже с высоким уровнем эзенофилов. И назначили метипред. И вот она на этом метипреде уже 8 лет. Ну, со всем уже набором. Клава Богу, дозировка небольшая. А вот сейчас мы будем стараться ее уводить от этого метипреда путем корректировки ингаляционной терапии. Может быть, придется прибежать к одному из монокламных антител. Это как раз вот та ситуация. Скажите, какова длительность, может быть, таких препаратов при лечении эзенофильного эзофагита? Вот, могу вам сказать... А каковы критерии вообще отмены при бронхиальной астме этих препаратов? При бронхиальной астме нет критериев отмены. Понимаете, вот беда вся в том, что... Наверное, при эзенофильном эзофагите тоже. Астме неизлечимое заболевание, хорошо лечимое, как я говорил, очень хорошо лечимое на сегодняшний день. То есть 95% вообще не представляет серьезной проблемы для здравоохранения. Вопрос комплайнса пациентов. Если достаточно высокий комплайнс, то результат хороший. Но только 5% это тяжелая астма, которая представляет какие-то проблемы. Но когда мне говорят, что меня вылечили от астмы, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Понимаете, это... Господь наградил вот такой особенностью реакции иммунной системы, и не только иммунной системы. Она остается навсегда. Может быть очень длительной ремиссией. Вот Николай знает, дети, если прилично вели в молодом возрасте, они доживают до полового созревания, практически у него симптоматика уходит. Мальчики, да. Но как только он встретится с иначим аллергеном, он обязательно реагирует. Или какой-то другой фактор повлияет, там не специфический фактор. Обязательно будет. Поэтому нет слова излечения астмы. Поэтому у нас сейчас основная задача, это вот назначение базисной терапии. Терапия вообще печальная очень специальность оказалась. У нас все болезни хронические. Все, что можно было вылечить, у нас убрали хирурги, инфекционисты, ну кто там еще, да. Остались практически хронические болезни. Эндоскописты. Эндоскописты, да. Убрали, что можно вылечить. Да, что можно убрать. Поэтому вопрос длительности я не знаю. Я знаю, что идет по Дупельмабу, идет клиническое исследование, и оно будет продолжаться еще, по-моему, ближайшее время, как раз при эзофагите. Вот мы сейчас с Сергеем Владимировичем, да. А вот вы, значит, главные виновники, вот вы и ответьте на вопрос, как долго нужно принимать. Нет. Но пока мы не можем ответить на этот вопрос. Конечно. Потом мы призываем докторов, которые вдруг диагностировали это заболевание у своих пациентов, направлять их к нам, и мы будем уже их взрослых пациентов к нам, от детских, наверное, к Ирине Николаевне, да, и мы беремся вести их достаточно длительно и внимательно. Вообще, вот, честно говоря, для меня немножко странно, почему на Дупельмаб хорошая реакция, на другие Монкланетила похуже реакция. Хотя интерлекин-5 это основной, вообще, родной интерлекин для изинофила. Ну, пока, я думаю, просто нет у нас достаточно большого количества данных на этот счет. А, ну, хорошо. Поэтому тут делать какие-то окончательные заключения еще рано. Да нет, уже прошло время, вот, на самом деле, вот этот Дупельмаб, в основном, как бы, на него надежда, и вот этот, который первый, идет РПСИ-4046, Лебрикезумаб. Ага. Вот он, вот то, что у вас первый идет. Значит, 13-й все-таки вот. Да, да. Ага. То есть, есть, как бы, работа, вот, опубликована работа 16-го года, 90 пациентов улучшения как клинических, гистологических, эндоскопических признаков. Хорошо, уважаемые коллеги. Поэтому, то, что он первый, он, как бы, номер один. У нас очень мало времени стоит, нам нужно дать возможность людям задать вопросы. Поэтому, вот, одно слово, эти сегодня упоминались монтеллокаст. Так. Так, вот, у вас он как-то выпал. Ну, я такого опыта ведения пациентов монтеллокастом не имею. Я имею опыт только чтения международных рекомендаций в этом отношении, в которых сказано, что, ну, пока на сегодняшний день данный препарат не рекомендован для лечения больных с сезинофильным изофритом. Только Ирина Николаевна экспериментирует, да? Да, я у двух пациентов, там, где был кашель, не пошли другие препараты. Ну, там сопутствующие. А, ну, по сопутствующей патологии. Да. Все равно, пока терапия of label, да, так получается? Да. Пока нам разрешено использовать только ингибиторы протонной помпы, стопические стероиды, системные стероиды нет. Вот, уважаемые коллеги, вы меня удивляете. Нам разрешено использовать. Послушайте. Нет, мы системные стероиды используем. Там, где нет. Ну, наверное, в тяжелых случаях. Вот, я хочу вам что сказать. Вот, сегодня уже прозвучало. Ну, совершенно очевидно. Здесь есть специалисты и педиатры, взрослый гастроэнтеролог и эндоскописты. Вы с ними в тесном контакте. Ну, давайте все-таки налаживать, во-первых, регистр больных. Он вам нужен для клинических исследований, для всего. И второе. Вы же прекрасно знаете. С 22-го года мы живем по клиническим рекомендациям. Не по американским, не по немецким, не по европейским. Мы живем по российским клиническим рекомендациям. Согласна. Я вот член научно-практического совета Минздрава. Мы принимаем эти рекомендации. Согласна. И сейчас был перечень основной. Конечно, я за нафильный западет не вошел в перечень. Но сейчас уже наступило время, когда можно подавать проекты клинических рекомендаций на рассмотрение. Да. Мне лично подается они в министерство. То есть, порядок рассмотрения. Если вы захотите делать, я вам помогу. Очень хотим, да. Значит, это нужно желательно объединить, по крайней мере, как я вижу, профессиональное сообщество гастроэнтерологическое, терапевтов, потому что вы хотите охват, эндоскопических специалистов. У вас же есть ассоциация своя, да. И союз педиатров России. И создать эти рекомендации. Они не будут говорить, нам разрешено. Поэтому вы будете определять вот эту политику и побороться за то, чтобы доступность препаратов была в соответствии с законом 3023 об охране здоровья для ваших пациентов. Вот мне кажется, вот так. Вы что-то хотели еще добавить? Да, вот к вопросу о регистре. Мы пока пытаемся на своем собственном энтузиазме что-то сделать. И вот у нас есть сайт, который называется Endotube. И там целый раздел, вот здесь я его выделил, посвященный азинофильному эзофагиту, куда мы собираем большое количество там статей, информации. В общем, любой интересующийся может туда зайти и почерпнуть. И вот мы здесь представлено в 2017 году приглашали вот этого президента общества по азинофильному эзофагиту европейского Ариана Браденурда. Ну то есть, хочу сказать, что всеми возможными и невозможными силами мы так боремся за просвещение. Не всеми. Не всеми. Не всеми. Пишем статьи в журнал «Доказательная гастроэнтерология» в дон-очери. Вот издали книжку эзинофильный эзофагит. Поэтому, в общем-то, все что можно, все что в наших силах. И призываю коллег, всех врачей-терапевтов, гастроэнтерологов, эндоскопистов, педиатров активно диагностировать это заболевание. И в любой момент мы, я думаю, все доступны контакту. И Сергей Владимирович. Ну, сейчас контакт у вас будет. Я благодарю всех за внимание. Думаю, что полезное было мероприятие. Уважаемые слушатели, есть возможность задать вопросы. У нас еще несколько минут есть. Мы могли бы коротко ответить, если вопросы появятся, на эти вопросы. А вообще, я должен сказать, что хорошо, что мы поднимаем такую тему малоизвестную. Я, например, в своей клинической практике ни разу не встречал больного с эзенофильным эзофагитом. Может быть, не обращал внимания. Так, у нас появился вот просто добрый вечер. Очень хорошо. Добрый вечер, Евгения Чернышева. Ну, хотелось бы увидеть вопросы. Вот. Я буду обращать внимание, потому что больных с минимальной дисфагией-то есть, на самом деле. Ну, а мы привыкли соотносить это с другим болезням. И, сами понимаете, что есть люди и с нейрологическими нарушениями, есть люди просто высокоэмоциональные, скажем так, да, у которых, так сказать, по типу истерического такого припадка. Ну, есть такая ситуация, действительно. Все надо взять биопсию. Ну, биопсию, понимаете, сейчас на гаоскопию-то говорить не всегда можно. А сейчас же все модные говорят, вы не поднаркозную сделайте. Вот только так. Я думаю, что это уже доступно. Ну, доступно, конечно. Нет, я с вами согласен с совершенным, потому что есть проблема. А самое интересное, что проблема-то лечимая оказалась. Вот это очень приятно, что даже при том, что не до конца все изучено, но проблема-то лечимая. От нее можно избавиться и, в общем-то, не какими-то радиками обязательно доходить до моноклональных антител. Можно и водичку попить, вот мне очень понравилось сиропом агавы. Почему-то текила в голову сразу попадает. Ирина Николаевна, текилу не рекомендуете? Нет. Это же дети. Я понимаю. Нет, но я так шучу. Вот. Мне кажется, я не знаю, надо поконтактировать, по крайней мере, с Астрой Зенекой. Вот выпускает же она вот эти пульмикорд, небулы. Ну, конечно, здорово, что вы придумали сироп. Можно поговорить с ними, чтобы они сделали официальную форму? Ждем вот этот препарат, который уже в Италии статья опубликована. Он чей? Астрозенеки? Нет. Чей он этот препарат, который в виде пены? Пены? Ну, я не знаю, в виде пены. Я знаю, доктор Фальк выпускает растворимые таблетки во рту. А в виде пены нет, не знаю. Ну, в общем, они есть в Европе, и они потихонечку приходят к нам. Они сейчас начинают тоже регистрировать этот препарат. Ну, вот вам вопрос задают. Добрый вечер. Можно изменить будусонит в составе пульмикорта Будена Фалька? Наверное, можно. Да, только где он взять? Вот и на Фальк трудно растворимый. Да, трудно растворимый. Он же специально сделан для кишки, поэтому... Суспензия вряд ли получится. Угу. Хорошо. Ну, вот видите, у нас такой серьезный ответ пришел. Так. Добрый вечер. Можно поднять немножко, мы не видим экран. Добрый вечер, встречался ли изенофильный дооденит с развитием, почему дооденит непонятно, с развитием гигантской язвы при изенофильном поражении? Кто сможет ответить на этот вопрос? Ну, я вот изучал публикации по этой проблеме, не встречал таких... Там борозда самая страшная. Да. Так, теоретически, конечно, язвенные поражения могут встречаться при доодените. А вот этот термин, изенофильный дооденит, он правомышленный термин? Мы же говорим о эзофагите, почему это дооденит? У нас есть и дооденита. Ну, эзенофильные поражения любого отдела желудочно-кишечного тракта встречаются. Со стопроцентным эзенофильным эзофагитом, эзенофильный гастрит, эзенофильный дооденит, эзенофильный колит и даже тифлит. Это все... Ну, это уже какое-то другое заболевание. Это эксклюзивные больные, которым поставил их Америки. Ну, в общем, это очень сложная такая скользкая тема. Ну, мы для того и собираемся, чтобы обсуждать как раз сложные темы. Простые будут, было бы неинтересно. Уважаемые коллеги, я так понимаю, что вопросов больше нет. Я всех благодарю за участие. Спасибо. Я думаю, что через некоторое время мы вернемся к этой теме уже с новыми данными, с результатами того клинического исследования, в котором вы участвуете и проводите. Может быть, привлечем еще других специалистов. Всем большое спасибо. До новых встреч. Всего хорошего.